Выбор действия. Дополнительные параметры. Восстановление операционной системы Windows 11. Как перейти к этим параметрам? Операционная система Windows 11 не загружается и нужно загрузиться с загрузочной флешки Windows 11. Подключаем флешку к компьютеру. Включаем ПК. При включении нужно нажимать клавишу F2, либо клавиша Delete. Может быть какая-либо другая клавиша, которая отвечает за вход BIOS. Переходим во вкладку Boot. Первым загрузочным устройством Boot Option 1 выбираем флешку. После этого переходим во вкладку Exit и сохраняем настройки. Нужно нажать любую клавишу для того, чтобы запустить загрузку с флешки. И если сейчас я нажму клавишу Shift плюс F10, я запускаю командную строку. Это один из способов восстановления системы Windows 11. Но можно быстрым способом, нажав клавишу Shift плюс F10, не переходя в восстановление системы, запустить командную строку. Если у вас ноутбук и клавиша Shift плюс F10 не срабатывает, в этом случае можно нажать клавишу Fn плюс Shift плюс F10. И в итоге командную строку вы запустите. А мы переходим дальше. Нажмем Далее. И снизу мы видим такой пункт, как восстановление системы. Давайте перейдем в этот самый пункт. Появилась вкладка выбор действия. Здесь мы можем продолжить выход и использование Windows 11. Если мы на него нажмем, то наш компьютер перезагрузится. Но у нас операционная система Windows не загружается и нам нужно восстановить систему. Можем перейти в поиски и устранение неисправности или выключить компьютер. Мы выбираем поиски и устранение неисправности. Появились дополнительные параметры восстановления Windows 11. Восстановление при загрузке. Устранение неполадок, мешающих загрузке Windows. Windows 11. Если ваша операционная система не загружается, можно попробовать этот самый пункт, нажав на восстановление при загрузке. Далее выбираем операционную систему. У меня это Windows 11. Следующее окошко у нас диагностика компьютера. Восстановление при загрузке не удалось восстановить компьютер. И Windows не загружается. Можно завершить работу ПК, но мы переходим в дополнительные параметры. Повторно выбираем поиски и устранение неисправности. Следующий пункт это восстановление системы. С помощью контрольных точек. Если на вашем компьютере включены контрольные точки восстановления системы и создаются эти самые контрольные точки, то можно восстановиться до более раннего состояния. Выбираем операционную систему. У меня Windows 11. Появилось восстановление системных файлов и параметров. У вас может быть контрольные точки восстановления отключены. И в итоге вы не сможете восстановить систему. Восстановление системы включены. Нажмем «Далее». Есть одна контрольная точка. У вас может быть несколько контрольных точек, и вы можете вернуться на более раннюю дату и время. Здесь написано «Дата и время». Смотрите на дату и время, когда была создана контрольная точка. Этот способ помогает восстановить систему, когда операционная система не загружается, и вы не знаете, что делать. Выбирайте более раннюю контрольную точку. Это может произойти из-за каких-либо установленных программ или драйверов. Поэтому смотрите «Поиск затрагиваемых программ», и здесь будет написано, какие программные обеспечения будут удалены при возврате на более раннюю дату. Выбираем точку восстановления системы, нажмем «Далее» и готово. Соглашаемся. Да. И начинается возврат на более раннюю дату, когда операционная система работала без проблем и загружалась. Командная строка для более опытных пользователей. Если мы на него нажмем, то запускается автоматически командная строка. Ранее мы рассматривали, как запустить командную строку, когда вы загружаете с операционной системы с помощью клавиши «Shift» плюс «F10». Здесь мы с помощью восстановления системы можем также запустить эту самую командную строку. С помощью командной строки вы можете прописать команды для восстановления запуска. Это иногда помогает, когда операционная система никак не грузится, когда восстановления системы отключены, когда ничего невозможно сделать, команда строка выручает при восстановлении загрузочной записи. Для начала нам нужно убедиться, где расположена операционная система Windows. Нажмем клавишу «Alt» плюс «Shift». Таким образом мы меняем раскладку клавиатуры на английскую. Пишем «Notepad». Запустился блокнот. Файл «Открыть». Этот компьютер. И смотрим, где расположена файл операционной системы Windows. Локальный диск «С» зарезервированной системы. Буквы сменились. Windows расположена на букве «Е». Файл операционной системы Windows. При этом наша загрузочная флешка находится под буквой «Д». Убедились, что Windows расположен на букве «Е». Закрываем блокнот и пишем «bcdeboot.e//windows». И нажмем «Enter». После этого закрываем командную строку и перезагружаемся. Операционная система Windows должна быть восстановлена. Но если это вам не помогло, то попробуйте следующую команду. «BootRec». «BootRec». «Пробел слэш». «FixBoot». Пишет «Отказ на доступе». Следующая команда «FixMBR». И последняя команда «RebootBCD». С помощью команды строки вы можете проверить жесткий диск на наличие ошибок. Команды «CheckDisk». Буква «Е». Отдельный том, допустим, пусть это будет буква «Е». «Пробел слэш F», «Пробел слэш R». И нажмем «Enter». Происходит проверка жесткого диска на наличие ошибок. Если будут обнаружены какие-либо ошибки, автоматически должно быть исправлено. С помощью команды строки вы можете проверить целостность системных файлов Windows. С помощью команды «SVC» пробел слэш сканал. «Пробел слэш ОФБУДДИР» равняется букве «Е», двоеточие. Если ваша операционная система расположена на букве «С», пишите букву «С». Если она расположена на букве «Д», пишите букву «Д». У меня расположена на букве «Е». «Слэш», «Пробел слэш» в правую сторону, «ОФБУДДИР» равняется букве «Е», двоеточие «Слэш ВИНДОС». Происходит сканирование системы, это займет некоторое время. Дождитесь окончания процесса проверки и после того, как будет полностью проверено, если будут обнаружены какие-либо ошибки, автоматически будет исправлено. Перезагружайте ПК и проверяйте. «Запуск ВИНДОС». Следующий параметр – это восстановление образа системы. Операционная система ВИНДОС-11 умеет создавать образы системы ВИНДОС. Если мы на него нажмем, выберем «Операционную систему ВИНДОС-11», то здесь у меня автоматически не было найдено образа. Образ ВИНДОС вы должны заранее создать с помощью средствами операционной системы. Если вы не создали этот самый образ, то вы не сможете восстановить. А также вы можете вручную указать этот самый образ. Если образ был создан с помощью операционной системы, и он расположен на каком-либо диске, он автоматически будет здесь найден. У меня этого образа нет. Вы можете нажать «Далее» и поискать этот самый образ, допустим, «Искать образ в сети». Но у меня этого самого образа нет. Предварительно, перед тем, как восстанавливать из образа, вам нужно сохранить все важные данные с компьютера, потому что при восстановлении из образа будет удалено все, что на компьютере. Тот самый образ, который вы создавали, этот образ будет восстановлен. Операционная система ВИНДОС-11 автоматически обновляется. И может возникнуть такой случай, что ваша операционная система после обновления не запускается. И в этом случае можно попробовать удалить эти самые обновления. Давайте выберем «Удалить обновление». Можно выбрать, как «Удалить последнее исправление». Также «Удалить последнее обновление компонентов». Давайте выберем «Последнее исправление». Выберем операционную систему ВИНДОС-11. Возникла проблема, из-за которой не удается удалить последнее исправление Windows У вас может быть успешно удалиться обновление и после этого перезагружаете компьютер и проверяете Мне это не помогло Поиски устранения неисправности Вы также можете выбрать удалить обновление и выбрать второй пункт удалить последнее обновление компонентов Windows 11 Удалить обновление компонентов Также возникла проблема, не удается удалить обновление В дополнительных параметрах восстановления у вас может быть такой пункт Параметр встроенного ПО UEFI С помощью этого параметра вы заходите в BIOS Этот параметр доступен только для режима UEFI То есть если у вас в режиме Legacy был установлен Windows, то этого параметра в списке не будет Если операционная система все же не загружается, можно попробовать сделать следующее При включенном компьютере нужно удерживать кнопку включения Просто удерживайте кнопку питания Компьютер выключится Повторно включаем компьютер При загрузке компьютера удерживаем также кнопку включения Повторно завершили работу ПК После этого повторно включаем ПК И повторно удерживаем кнопку включения Компьютер выключился Заново включаем Появляется восстановление системы Здесь мы нажмем клавишу F8 на клавиатуре И можем запустить безопасный режим клавиши F4 Если ноутбук и клавиша F4 не работает, то нажмите клавишу FN плюс F4 Таким образом мы можем запуститься в безопасный режим И попробовать восстановить систему Если вы успешно загрузились в безопасный режим То из безопасного режима можно удалить программное обеспечение Которое вызывает синий экран и в итоге Windows не грузится Удалить драйвера устройств Который также не дает загрузиться операционной системе Возможно вы устанавливались каких-либо драйвер паков и Windows из-за этого не грузится Продолжение следует...